Газель для страны – автомобиль важный и знаковый. Появившись летом 1994 года в виде простейшей бортовой полуторки, машина заполонила дороги отчизны. Альтернативой ей были лишь сильно поддержанные иномарки, но таможня быстро подкорректировала эту ситуацию пошлинами. А появившийся через полтора года после бортовой Газели цельнометаллический фургон ГАЗ-2705 ажиотажного спроса не снискал. И лишь к началу 21 века, преобразившись в кустарную маршрутку, стал более или менее массовым автомобилем. Впрочем, к тому времени и цены на это цельнометаллическое изделие газа стали не такими пугающими для малого бизнеса, который ещё барахтался в отчизне. И фургонов действительно стало много на наших дорогах. Масштабная модель Газели, тем более в своём первоначальном виде, с ранней облицовкой радиатора и фарами, изделие востребованное. С одной стороны, конечно, есть саратовские модели, которые, в общем-то, неплохие и даже превосходят по уровню детализации китайские журнальные модельки. С другой, качество литья, окраски и сборки саратовских Газелей, особенно в последние годы их выпуска, оставляли желать лучшего. Поэтому ко всем анонсированным в журнальных сериях Газелям у собирателей внимание всегда было пристальным. Но Газели в масштабе 1 к 43 категорически не везёт. Раз за разом китайцы пытаются изобразить привычный нам образ и раз за разом допускают ошибки. И дело не в ужасных упрощённых колёсах, которые терпеливые собиратели уже давно привыкли менять на саратовские. Проблема в самой форме. И, конечно же, цельнометаллический фургон ГАЗ-2705, что стал 251-м выпуском журнальной серии «Автолегенды СССР», многие ждали с нетерпением. И опаской, конечно же. Ведь уже столько знаковых и долгожданных моделей Де Агостини выпустило в виде непотребных кривулик. И в этот раз издательства на пару со своими китайскими подрядчиками выступили точно так же. Передок этой Газели совсем не похож на реальный автомобиль. В общем-то, на этом можно и заканчивать обзор. Морда модели на прототип не похожа. Колёса снова от какой-то китайской игрушки, а качество окраски и сборки традиционно паршивенькое. Как и положено китайской машинке для русской журнальной серии. И если в случае со служивыми автомобилями недостатки формы ещё можно замаскировать спецокраской, спецсигналами, всеми этими громкоговорителями и мигалками, то на обычном фургоне все недостатки хорошо заметны сразу же и бесповоротно. Де Агостини снова не смогли. Китайцы нарисовали и изготовили модель спустя рукава и нести в кассу издательства очередные 6,5 сотен рублей, а то и больше, нет никакого смысла. Ну, если вы, конечно, не серийный собиратель с неизлечимой зависимостью от машинок масштаба 1.43. Дело в том, что здесь даже перепиливать модельку бесполезно. Передок снова искажён и как модель не пытайся облагородить колёсами, резиной, номерами и окраской, она всё равно останется китайской кривулькой. И самый главный аргумент серийного собирателя, другой-то альтернативы мол и нет, в данном случае не работает. Есть альтернатива китайской машинке. Она, правда, отечественная, тоже кривоватая, ничуть не лучше покрашенная и собранная, но при этом уровень её проработки выше. Да и на прототип она, при всех своих очевидных недостатках, похожа гораздо больше. Купить саратовскую масштабную модель нынче не так просто, как журнальную, когда достаточно лишь до ближайшего газетного киоска дойти, но вполне реально и не очень дорого, и по силам даже начинающему собирателю. Ну а у этого журнального выпуска под номером 251 нет ни единого нюанса, ради которого стоило бы купить эту модель и поставить на полку. Ну, если только вы не собираете все журнальные модели подряд, или все модели советского и российского автопрома, которые только не выходили в масштабе 1 к 43, тогда, конечно, её просто необходимо поставить на полку. Это ведь промышленная китайская модель газели с индексом ГАЗ-2705. Такой ещё, в общем-то, не было. Это новая форма. Вообще, конечно, нельзя не удивляться тому, с какой настойчивостью китайцы раз за разом наступают на одни и те же грабли, пытаясь изготовить заново форму кабины газели. И раз за разом она получается у них, ну, иногда чуть лучше, иногда чуть хуже, но совершенно не похожей на свой прототип. В принципе, эту газель можно, повертев в руках, поставить под таким углом, что она похожа на газель. И можно даже задать вопрос, к чему ты здесь придираешься, но стоит её немного развернуть в другую сторону, и горб капота, и слишком плоская морда, и искажённые пропорции передка сразу же бросаются в глаза. Нельзя не отметить, что китайцы ведь на полном серьёзе пытались сделать новую масштабную модель, новую форму, полностью с ноля, сделав масштабную модель ранней газели, той самой востребованной собирателем. А не просто продали нам, например, газель с мордой типа «Бизнес», которая, в принципе, у китайцев получилась не так уж и плохо, и покрашенная в нормальный цвет, наверное, вполне бы удачно продавалась в журнальной серии «Автолегенды СССР». Нет, они взяли и изготовили новую форму. И снова накосячили. И в этой новейшей модельной масштабной истории есть несколько не очень приятных моментов. Во-первых, как только китайцы со своими журнальными модельками затаптывают поляну, никто из других производителей, скорее всего, не возьмётся производить такую же масштабную модель. Так что с появлением этого ГАЗ-2705 журнальной серии «Автолегенды СССР», шансы увидеть газель от другого производителя стали стремиться к нолю. Ну и второй важный нюанс или особенность этой китайской истории заключается в том, что силы, потраченные на разработку и производство китайской кривульки, от которой собиратели будут отворачиваться и модель будет возвращаться на склады производителя, они точно такие же затраты эти, как и на производство нормальной масштабной модели. Почему издательство, заказывая китайцам, масштабную модель не может отследить корректность воспроизведения машины в масштабе 1,43 – это, конечно, чудовищная китайская тайна. Журнальчик под номером 251 снова написан Сергеем Ионасом. И знаете что? Это таки неплохой журнальчик на удивление. С одной стороны, автор так и пишет вначале, что, дескать, история газели хорошо изучена, но с другой стороны, общеизвестная информация достаточно аккуратно сведена в текст журнала и проиллюстрирована, в общем-то, неплохим набором фотографий. Не обошлось, правда, без советского булыжника от Ионаса в огород тех, кто видит в облике газели Форд Транзит. Ну, не сдержался автор, бывает. Но в остальном – нормальный текст журнальчика, основная задача которого – быть непременным приложением к модельке. В общем, полистать на досуге вполне можно. Видали мы и похуже журнальчики от издательства Д'Агостини. Ну, а если интерес к истории создания и выпуска газели на Горьковском автомобильном заводе силён и глубок, то можно покопаться в подшивках журналов за 90-е годы. Там много чего писали про новинку из Нижнего Новгорода. Ведь автомобиль для страны был действительно очень своевременный и очень востребованный. Ну, а сама масштабная модель газели с индексом ГАЗ-2705 – это однозначно проходной выпуск, который ставить на полку нет никакого смысла. Лучше поискать саратовскую газель. Тем более это стоит сделать, если есть желание допилить машинку до состояния приличной модели. Потенциал такой доводки у отечественной машинки значительно выше. Впрочем, как и риск развалиться через некоторое время от цинковой чумы. В общем, оба-два хуже. Но брать очередную журнальную кривульку точно не стоит. Как и тратить деньги, силы и время на доработку этой масштабной модели. Она того не стоит. Пишите в комментариях, что думаете про журнальные газели, которых уже немало выпущено в разных журнальных сериях, купили вы этот фургон или смогли сдержать порыв и сохранили деньги в бумажнике. Ну, а если уж досмотрели до конца этот ролик, то прожмите под видео лайк или дизлайк. А еще лучше, найдите колокольчик и жмите на него. Поговаривают, в этом есть какой-то смысл.